Смотрите, мы на самом деле находимся в начале очень-очень большого проекта, который вам сейчас рассказали Югиш и Гольчик. Проект гигантский, проект закрабливает в себя все страны Дмитрофума, и Украина идет одна из первых, в списке четырех первых стран. Почему мы сюда пригласили Югиша? Ну просто потому, что он главный директор технологии компании Дмитрофума. Он еще, как он сказал, три года работал на такой же позиции в районе Кимистария. Ну правда уже где-то лет восемь лет назад, так что знают все равно. И уверен в том, что мы это сделаем. Теперь давайте поговорим немножко про Кимистар. Вот мы сюда вывели самые наши важные показатели по итогам первого портала, и если вы посмотрите внимательно, мы сравниваем первый квартал 2015 года и первый квартал 2016 года, и показываем процентах, как у нас там все росло, слава богу, ничего не падало. Вы видите, что наши доходы выросли на 13%. Это все публичные данные. Не забудьте супер-секрет не волнуйтесь. Я в сетипировании, это доходы от нашего Тамашина интернета, вы знаете, что у нас есть такой бизнес. Дальше доходы, которые мы получаем с помощью данных, то есть сколько мы продали данных. Это 77% плюс. Это понятно в первом портале прошлого года. 3G не было, а теперь она есть. Очевидно, что люди стали много потреблять. Очень приятно то, что нам удалось вырастить арпу. Кто помнит, что такое арпу, вы все знаете, что про нас регулярно пишут. На 15% тоже очень-очень круто. И наша прибыль, и беда, это не чистая прибыль, это намного больше, чем те деньги, которые мы реально получили, но обычно нас не имеют при еде. Выросла на 43% в первом квартале прошлого года. Ну и беда маржа, вот 52% с небольшим процентом, я считаю, очень уважаемая. Далее. Теперь перейдем к сегодняшний день. Мы создаем цифровую компанию. Цифровая вообще неправильное слово. Слово диджитал, цифровая так и производится диджитал. Правильно? Давайте мы говорим диджитал компанию. Для того, чтобы создавать инновации и применять их на практику. И сейчас мы очень сильно ограничены в этом, потому что наши IT-системы, они вот так путем наслоения 15 лет подряд создавались, и там полный зоопарт. Далее. Формировать новые ценности для клиентов. То есть дать клиентам что-то, что они ценят и готовы за это оплатить большие деньги, разумеется. Взаимодействовать с пользователями через интернет. Поскольку вы знаете, что молодежная аудитория, она привыкается больше и больше к тому, что все с ней компании взялись, например, Uber, яркий пример, но есть и другие, Amazon и как далее. Через интернет. Не надо ходить в никакие магазины, не надо звонить никакие колл-центры. Вот у Амазона или у Семенера колл-центра. Некому даже позвонить. А мы работаем пока все еще по-старому. Вы же звоните к нам, вы же ходите в магазины. Мы прекрасно понимаем, что вот так завтра все вдруг не перестанут звонить. Поэтому от того, что мы ведем эту систему, мы, конечно, не закроем наши колл-центры. Все равно массовую работу не звонить. Но мы хотим отвечать потребностям тех людей, которые хотят с вами общаться только онлайн, через веб-сайт или через мобильное приложение, кому как удобнее. Дальше. Мы хотим эффективно организировать рынок, то есть увидеть очень быстро онлайн, что происходит с нашими клиентами, где они, чтобы, допустим, усилить сигнал или предложить какие-то новые тарифы, условия, кто из них ездит в ролик. Многие вещи, которые мы сейчас не всегда можем идти очень быстро. Дальше. Создавать новые продукты и услуги не 9 месяцев, как мы сейчас это делаем, а вот захотелось через 10 дней, 10 дней, вывел какой-то новый продукт на рынок. И, наконец, вот наши лозунки в старом очень простые и понятные. Мы хотим быть проще, инновационнее и лучше, понемножку лучше каждый день. Вот так мы говорим. Это наши три главные принципы и ценности, что ли. Далее. Просто подытоживая, хочу сказать, что мы недавно, два месяца назад, запустили новые тарифы, как мы считаем, крайне простые и удобные. Вы их все видите на полках магазинов. И в этих тарифах мы, наконец, людям предложили то, что они реально хотят употреблять на сети. Люди же не просто хотят ходить на интернет, вот ради того, чтобы сходить на интернет. Люди хотят посмотреть фильмы или послушать музыку, или посмотреть какой-то клип в Ютубе. Мы сказали, что мы вам даем не просто какие-то там гигабайты, мы даем количество гигабайтов. Мы вам даем право пользоваться соцсетями без ограничений, то есть они не входят в тарифицированные объемы. Мы даем вам возможность слушать музыку на нескольких очень удобных сервисах. Или в последнем тарифе, в самом дорогом, даем возможность вам смотреть видео из лимитов, то есть они тоже не входят в график. Кстати, хочу сказать, что все вот эти вот лица, которые вы видите в этих тарифах, это все наши сотрудники. На всех тарифах, которые сейчас продаются, а есть еще и контракты и так далее, это только наши сотрудники, которые выиграли в честный бред, право быть вот на этих тарифах. Дальше. Что мы делаем? Мы учимся общаться с клиентами по-новому. Мы недавно ввели такой онлайн-чат, «Зарян» она у нас называется. Мы ее сейчас начинаем развивать, мы ее будем одевать в разные интересные одежды. Она у нас будет писать о том, чтобы она посмотрела кино и как-то что-то думает про это. Почему? Потому что люди хотят с ней общаться по-человечески. Вот вы видите, она уже отработала 155 тысяч диалогов. Это всего за три месяца, пока она существует. Она, на самом деле, искусственный интеллект представляет собой и отвечает людям на их вопросы там, «А почему с меня сняли столько денег?» «А что входит в тариф?» Вот она умеет это отвечать, но людям же хочется как-то общаться с ней. И будут общаться. Дальше. Мы ввели такой специальный, не знаю, как сказать, спецвойска подразделения «коу-центр», которое мы называем «Стартгарды», которое призвано решать самые нестандартные ситуации, которые имеют доступ к всего топ-менеджментам компании. Когда у человека уже совсем все плохо, это у нас иногда бывает, уже все-таки 25 миллионов оппонентов, тогда они это решают. И наш MPS, я тоже думаю, вы знаете, что такое MPS, да? Net Promoter Score. По итогам первого квартала было 27% плюс, что вообще очень круто для телефонного оператора. Вот вы можете забыть про некоторых наших конкурентов, запрос в интернете, про MPS, вы узнаете, что у них лучше. Разумеется, мы пытаемся идти в новую для себя сферу. Вот мы начали очень серьезно развивать направление Big Data, и начали делать очень интересный проект. Я сейчас расскажу немного подробнее про то и про другое. Ну, Big Data, на самом деле перевод большие данные будет такой немножко смешной, потому что все эти акции Big Data надо говорить, не надо переводить. И мы говорим, что Big Data характеризуется двумя вещами. И объемом, и скоростью прироста и обработки, и многообразием. То есть данные там могут быть и видео, и аудио, и неструктивизированные файлы, и цифры, и все что угодно. И наша проблема, как Телекомовского оператора, мы имеем вот этих Big Data намного больше, чем любая другая компания или банк имеет предстоятельность. Мы знаем намного больше, чем банк, или страховая компания, или еще что-то. Но проблема в том, что мы это знаем, но мы не используем, мы не умеем это использовать, к сожалению. Вот сейчас у нас есть своя группа, как это можно говорить, дата сайентистов, которые обрабатывают и предлагают вам отличные способы, которые могут улучшить вам условия обслуживания с помощью, например, Big Data. То я могу привести пример одной из последних их достижений. Вы все, наверное, знаете, что мы любим рассылать вам СМС с просьбой предлагать вам какие-то хорошие ровные новой тарифы. Мы рассылаем СМС тем людям, про которых мы думаем, что они в ближайший месяц поедут за границу. Ну понятно. И вот раньше наши алгоритмы без Big Data делали попадание, мы попадали в одном случае из 50. То есть 49 из 50 людей получали СМС, они никуда не ездили, не собирались с этого запрямиться. Мне кажется, ужасно удивлялись, почему мы предлагаем крутарование. Теперь с помощью новых алгоритмов мы научились попадать в 35% случаев. Это больше, чем одна треть. Это очень круто, это по сравнению с двумя процентами раньше огромное увеличение. То есть теперь мы удивляем только двух из трёх людей, которые вот не собираются в это за границу, а мы внезапно удивили каким-то предложением воронки. Но мы не останавливаемся и хотим достигнуть 70%. Это как один из примеров. Дальше. Мы с ВДНХ, вы же знаете, да, в Киеве ВДНХ теперь очень прогрессивная контора. Внезапно туда назначили двух очень ярких людей руководителей, и они стали делать что-то очень интересное и полезное для города. Поэтому мы создали с ними так называемый акселератор, великом акселератор, они любят его называть. Вот тут вот я сразу выведу 6 ступеней, то, что мы с ними собираемся делать. Понятно, что мы сейчас пока находимся на первой изготовлении сбор заявок, а хотим прийти на шестую ступень, где победители, это IT, какие-то стартапы, или просто IT-таланты, люди отдельные, разработают продукты и услуги, общаясь с нашими специалистами, которые мы потом эти продукты и услуги сможем коммерциализировать на своей сети, то есть предложить людям их покупать, подписывать и так далее. Что из этого будет, я не знаю. Никто еще в Украине такое не проводил. Посмотрим, как оно получится. Дальше. Что очень важно сказать. Меняется у людей модель потребления. Вот смотрите, как растут минуты миллиардов на сети, как падают смс на нашей сети, но очень неудивительно, не сюрприз. И что происходит с мобильным трафиком. Смотрите, это просто взрыв мобильного трафика. И при этом мы же продолжаем строить наши 3-6-7, то есть этот трафик будет расти и расти и расти. Вот уже можно теперь поговорить про наши 3G более подробно. У нас 6 тысяч миллионов оппонентов. Генерируют они более 60% всего трафика на нашей сети. Вот представьте себе, 67 терабайтов. Это не очень сложно представить, что это 2 терабайт. Вам может тоже очень сложно. Но ежедневно они потребляют наши 3G сети. И вот сегодня мы можем сказать, что в сети 974 населенных пунктов. 974 – это очень много. Это намного больше, чем у наших конкурентов. Любого конкурента. Но поскольку мы как с вами говорим, а люди достроят наши бригады, работающие под руководством партнеров ООВ и ЗТР, то на следующей неделе мы вам честно сможем отопортовать, что у нас тысяча населенных. Никто из наших конкурентов близко к этому не подошел по покрытию 3G в Украине. Что дальше мы делаем? Как я уже сказал, там мы строим с помощью Huawei и ЗТР. План пока такой – 70 на 30, покрытие Украины, центр и запад – это Huawei, а восток – это ЗТР. Соответственно, будет оно 70 на 30 или 60 на 40, это все зависит от скорости строительства и от того, как наши партнеры будут быстро или не быстро. решать вопросы с таможенной. Бывают разные ситуации. Но пока планируем так. Ну и очень важно сказать, вообще зачем мы это все делаем? Свокринг сети. Я сейчас говорю уже не про IT-сек, про который Йогиш и Монсик говорили, а про нашу сеть, к которой вы привыкли. Во-первых, мы делаем все поколения, которые сейчас есть – GSM, 3G, 4G – на одной радиосети. То есть у нас оборудование будет готово на сеть 4G. Конечно, если вдруг в Украине внедрение сети 4G или LTE займет тоже 8 лет, как Украина готовит 3G, то может быть наше оборудование немножко устарее. Но мы все-таки рассчитываем на то, что государство выполнит свои обещания, и в 2017 или 2018 году будет проведем тендер. Ну, мы так рассчитываем. Далее. Мы рассчитываем 50% экономии получить на обслуживание в перспективе 3-х лет. 20% экономии электроэнергии на каждой базовой станции. Ну и компактность масштабирования под разные стандарты, как я уже и сказал. Переходим к Эриксону. Вот как раньше писало. В «Никруком плюс Эриксон равно не любовь, а один миллиард». Миллиард долларов. Это, понятно, контракт на всю компанию «Никруком». И, как я сказал, 4 страны, Грузия, Пакистан, Украина и Россия будут первыми по этому проекту внедрения. Значит, зачем мы это все делаем? Я сразу выведу все цели, потому что я вижу, что вы любите фотографировать слайды. Ну, вы сняйтесь и фотографируйтесь. Вот. Я буду пока говорить, что вы можете фотографировать слайд полностью. Итак. Продукты и услуги. Родикальное упрощение продуктов и сервисов без потери дохода. Бизнес-процессы. Стратегизация всех бизнес-процессов. Там будет 200 бизнес-процессов включено. Описано и, соответственно, запрограммировано компанией Эриксон. Каналы. Мы обслуживаем клиентов на многих каналах. Онлайн, магазины, код-центр, возможно, определение каких-то других каналов. И все это мы собираемся покрыть новой системой, и чтобы клиент не замечал разницы, где и как он обслуживается в зависимости от канала. Инновации. Очень быстро адаптация новых технологий. Как Юрич правильно говорил, мы же строим вот эту систему, вот то, что мы сейчас начали, на многие годы вперед. И мы не всегда можем предвидеть, какие будут новые технологии в этот год. А нам надо, чтобы эта система была под ней готова. Поэтому нам надо вот такую передовую компанию Катериксен, которая вам гарантирует, что система будет готова под новой технологией. То есть она будет достаточно открыта. Там ничего не будет такого старого и ненужного. То есть что бы ни было, на много лет вперед у нас будет все это возможно туда интегрировать. Ну и навыки. Фокус на знание о рынке и клиентах. Это в основном на наших людях, которые будут работать в этой новой системе. И работать будет по стандартным правилам. И очень быстро получать все знания клиентов. Вот тут я вывел такой очень простой слайдик. В 2015 году считается, что самая лучшая система в мире, телекомовская, может обрабатывать 26 тысяч операций в секунду. Так считается экспертным. Нет более переливовой системы. Нам это вполне пока хватает, без проблем. Но, поскольку появляется много новых всяких интересных технологий, и, видите, я специально значок плюс поставил, потому что никто не знает, какие еще технологии появятся, что и заглядут люди, сидящие в силиконовой долине. Мы предвидим, что в 2018 году надо будет систему, которая будет обрабатывать миллион операций в секунду. А потом вообще никто не знает, сколько надо операций, потому что, вы же понимаете, что количество сим-карт растет, количество людей и систем, которые ходят в интержет растет, и, соответственно, запросы растут в кераметрической прогрессии. То есть наша система будет к этому готова. Ну и вот, если кратко сказать, вся наша новая система, то, что мы называем Digital Stacks Ericson, будет выглядеть вот так. Сейчас я ее выведу, она очень красивая. Значит, сверху — это как мы, где мы взаимодействуем с вами, с нашими клиентами. Плюс стоит, потому что, возможно, появятся новые способы взаимодействия с вами. Пока мы знаем, вот только четыре. Далее. И интерфейс во всех этих пунктах взаимодействия будет абсолютно одинаковый. То есть и наш сотрудник, и вы, приходя туда, будете видеть и слышать, и делать все абсолютно одинаково. Далее. Существует четыре главных блока, которые эта система будет в себе содержать. Управление продуктами и сервисами. Управление партнерами и клиентами. Управление тарифами и расчетами. Управление событий. Четыре блока. И все это будет находиться на едином слое данных, которые, вот, тоже большая революция, потому что у нас сейчас такого нету. Все эти системы будут стучаться в единый слой данных. И, соответственно, все будет гораздо быстрее и дешевле, чем происходит сейчас в нашей ГТ-системе. Все. Хочу вам сказать спасибо. И теперь мы с йогишем...